Я понял, понял. Киллы плейзмента. Это так, вопрос, знаешь, по в топовый, не знаю, ну просто задал его. Я понимаю то, что, в принципе, для себя такое вряд ли возможно, но вот, допустим, какие-то вот... Как еще турнирную таблицу можно изменять для того, чтобы все-таки вывести именно на зрительский... Ну, на зрительском уровне просто еще игру, еще сделать лучше, зрелищней? Отменить вообще поинты за плейзмент и... Один поинт за килл. Ты зрелищней, ничего не получишь. Люди просто постоянно файтятся будут. И круг, который постоянно движется. Замедляет. Да ну что-то типа того-то. Но это уже больше формат, знаешь, не киберспорт, а шоу матч. Ну, наверное, да. Потому что отсюда... О, там все-таки иду козы еще нокают и добивают. Хорошо, М19 продолжает делать киллы. Это уже два киллапа, по-моему, на команде Moonwolf. Liquid SG2 воюют. Вондерер, нокается. Виталити вмешались в противостояние. В этот раз Виталити, что ли, будет выступать той командой, которая подсиживает и добивает? Тишина пока от фейс. Авангар крутит свою ротацию. Еще минут пять, извините. Вот я сейчас засеку. Сейчас 12-19, да? 12-20. Пять минут и первое появление авангар в киллфиде. Вот моя ставочка такая. То есть 17 минут... Ничего. Ну ничего. Интересно, интересно. Два глотка воздуха ставлю. Ломают тачки фейсы, все правильно. Нельзя позволять противнику совершать ротации. Действительно, это важно. Только в пабликах, наверное, такие вещи игнорируются. Нет, я вообще вижу тачку сломать колеса. Стоит как-то нестандартная тачка, ломать колеса все. И потом ждать из-за белого круга чела. Да. Любимое занятие. Вайлда уже потеряли одного из своих участников. Хакстарт, Дикс и Крип все еще живые. И это у нас сражение с методами. Есть информация о методах по Вайлдам. У Вайлдов по методам. Друг друга смотрят в прицелы. Меноксы смогут ли поднять Менокса? Да, в принципе, возможность есть и неплохая. Пока что ничего не угрожает здесь. Но и Энди. Энди очень не вовремя нокается. Тут же Дикс начинает пушить идти вперед. Занимать позицию для того, чтобы как-то потом нестандартно сюрпризом стать, выйти. В общем, неожиданности дать. Но нет, он просто добирает Энди. Энди без шансов. Не успел заползти за лоу-граунд. Диксу остается только отойти. И все, в принципе, нормально. Ваня начинает там делать ноккиллы. Ваня все больше и больше появляется в киллфиде. Что, конечно же, похвально. И приятно. И приятно, безусловно. Видите, СНГ игрока в киллфиде часто. G2 сидят. Втроем. И вроде как все в длинном. Ой, Мунволфы там совсем разваливаются. Там один участник, по-моему, только остается сейчас на ногах. Ресу нокнули. И тут же пуш пошел, по-моему, от Виталити. Тут же Виталити в пуш пошли. Судя по всему, собрали полную информацию. Мунволфу всего лишь досталось двое. Дали нок и поехали просто на лицо, насколько понимаю. Да, да, да. Все именно так и происходит. Просто Виталити едут на лицо. Уконул остается здесь один. Ресу поднимать он не собирается. Ноль киллов у команды Мунволф. Конечно, М19 и Виталити задушили. Ребят, опа, опа. Это, по-моему, перестрелка. М19 настреливают по шадоу. Там Константин ВК настреливает. Есть ног. И вот, пожалуйста, подтянулись, подтянулись. Чуть-чуть они там повставляли палки в колеса М19. М19 их за это не взлюбили и начинают мстить. Тут главное, главное сейчас не быть пойманными в опенфилде для команды М19. Спуфы из визардов там пента накрывает. Пента также появляется в киллфиде все чаще и чаще относительно Санока. Ой, совсем там сейчас Виталити зажимают. Манки может стать очень неприятным сейчас. Очень угол неприятный у манки. Настрел по экземплу. Экземпл без шансов. Вондерер тут же начинает зацеливать манки. Манки. Никак не найдет граната у себя в инвентаре. Видимо, нет ее. Эксплозив гранаты. Ой, ой, ой. Унка, которого только что целили, тут же потеряли, как только пошел выстрел откуда-то слева. А Унк очень хорошо. Ты смотри, как он просто перетянулся. Он просто под лоу граундом взял угла огромного. Почему не против? Казалось бы, да. Да, понокали виталити, а угол лучше создали как раз сами виталити. Да, да. Что? Абсолютно непонятно, как это все происходит. То есть, ну, тот лоу граунд, он должен был быть нон-стоп прочекан априори. Да, понятно, что сверху здесь вышел манки, нокается экземпл, настреливается. Там сейчас экземпл прикрыл элитплеера, только лишь благодаря элитплееру экземпл не нокнулся. Точнее, экземплу элитплеер не нокнулся. Ушли выстрелы в нокнутого участника. Но, конечно, пока не убедитель. Меня уже, наверное, недолюбливают фанаты М19 и сами М19, но, во всяком случае, пока что что-то не складывается. Пента еще подтянулась на тусовку. Очень неприятный М19 здесь сейчас. Ну, там у М19 был, конечно же, такой достаточно открытый, открытое пространство. Open field такой внушительный достаточно. То есть, они в него пошли рисковать. Они пошли рисковать, и единственный там манки, который сверху вышел на этот лоу граунд, просто фактически остановил все продвижение М19. Это неудивительно. Это вот такая местность здесь была. Это был риск от М19. Явно. Это риск и желание навязать сражение. Все. Ой-ой-ой. Вондир очень хорошо чувствует, что Удир сейчас собирается уходить. Удир ложится. Не получается ему Вондир нокнуть. Начинает настреливать Виталити. Или кто это сейчас там стрелял? Это Кейнт. Насколько я понимаю. Удира, кстати, добивает Унг из Виталити. Прокс валяется. Но у него такая морщиночка. И Вондир не может сразу убить. А его там, по-моему... А, нет. Все еще жив. Живой, живой, живой. Все еще жив. Успел отхилиться. Вондир собирается идти в файт. И это может быть опасно. Замечает лежачего. Браэкска хватает вот этого вертикального подъема из положения лежа. Элитплеер прокидывает туда гранату. Но остается он один. Вондир начинает добирать Виталити. Виталити просто подкушивает все, что есть. Но не получается Вондир разобрать. Браэкска все-таки достается этот килл. Ой-ой-ой, тут что-то непонятное. Иван творит хорошая граната по стопперсу. Ваня, как всегда, радует экшена в HVA Gaming. Еще одна. Еще одна полетела там. Красивая. Взрыв. Минус вся команда. Минус вся команда. Вот это уже было неплохо. Вот это экшен. Вот это Ваня нашел себя. Да, это Ваня. Это формат Вани. Это турнир. Да, это Ваня 2. От создателя. Да, это Ваня 1. Да, да. Взрывное воскрешение. Просто минус вся команда. Минус вся команда. Это Ace. С двумя ХЕшками. Две ХЕшки кинул. Не, ну там, по-моему, одна еще была, где-то он кого-то нокнул. Entry knock был там с оружием. А вот этих вот троих уже добил гранатами, насколько я понимаю. Неплохо. Это наши. Вот, да. Мужчин стреляет, бегает, пушит. Целые команды. Вот найтс сидят тут. Посматривают друг на друга. Что, как дела? О, нормально. Тут вот. У меня вот вроде SLR с миником. Смотрю я в прицел, лицо у тебя грустное. Что не так? Батуллин там дик занокнул. Батуллин. На это, кстати, понимают, что против них Вайлды. Сразу же гранаточка полетела, как ног увидели. Ну, видимо, здесь были какие-то неприятные рикошет. Сейчас крама там. Да блин! Уберите этот козырек, он мешает. Ок. Прям в игре берем. Исчез. И все нормально. Кидай на здоровье. Спасибо. Не получается, не получается дать ног, несмотря на то, что SLR'очка с Х6 туннелит проход, но нока, как мы видим, все еще не было. Ну, это отсидка в зданиях. Это у нас сейчас статистика команды по киллам за Мирамар. Четырех настреляли на данный момент Liquid. Джемти, Сэмпти, два брата. Визарды сейчас оконул. Мунвулфы еще живы, Иресу и оконул. Господи, что там произошло? Мунвулфы затриггали на себя Виталити, М19 и Пенту. В итоге все подрались. Виталити, Пенту, М19. Мунвулфы делают фраги. Хорошо, понятно. Ну, два всего лишь. Кильчика. Но это уже хоть что-то, безусловно. Все именно так. Ликвиды на визардов постепенно наступают. И, кстати, будку не прочекали. Визарды могут очень неприятно сейчас для ликвидов выйти. Мунвулфы смотрят визардов. Ликвидов вот не смотрят. Ой-ой-ой, Мунвулфы начали стрелять по ликвидам. Ликвиды затриггали сюда. И тут находится буквально за перевалом. Что вообще происходит? Стрельба. Сэмти тут же вырубает Аруса. Очень хорошо среагировал. Фликнул. Зарядил. Причем у Аруса Берилл. Да. Вот так вот. Аскарель в ближнем бою не особо крутая пушка. Все так. Джентис Калаша добил. Энсо должен добивать. Там 5 хп буквально осталось. Энсо аудиторы. Сасинскрит? Что-то вдруг я напомнил. Там энсо был. Этсо. Как-то так. Не знаю, не играл вообще в Сасинскрит. Ничего себе. Вот так вот. Крип. Все по мемасикам? Все по мемасикам? Не, по мемасикам у нас есть Пашуль виноград. Черный пояс. Дело такое. Золотая ошибка. Там у меня профессионал. О'Коннел. Ротация на мотоцикле. Как раз таки двухколесном. Очень комфортно. Замечательно. Мотик. И вместе со своим напарником Ресу. Сколько минут? 22. Моя ставка не сыграла. Но во всяком случае 22 минута. Авангар появляется в киллфиде. Ног по молодому. Макси Зор стреляет. И на встрече двух команд из СНГ. Авангар Нави. Это будет драка. Это будет мордобой. Ну, пока АВГ не выходят из кимпа. Несмотря на хороший ног. Однако кимпы близко друг к другу стоят. Там разница. Элитплеер добирает. Минус М19. Двенадцатое место. Там, по-моему, два. Максимум три кило, по-моему, на команду М19. Что-то вроде того. Вроде как да. Снова не удалось попайтить. В этот раз уже... Ну, в этот раз читалось, что хотели сделать ребята. В этот раз читалось то, что они собираются играть агрессивно. То, что они собираются там подпушивать и так далее. Да, небольшой open field стал, конечно, здесь похоронным. Но это был, я так понимаю, осознанный риск. Подтягиваться туда. Да. В принципе, разрешить виталити, создать такой угол, это очень большая ошибка. Очень большая ошибка. Хотя бы одного игрока просто отправили бы в ЛГ, этого бы не было. Но что случилось, то случилось. Согласен. Согласен. Да. Встреча сейчас методов произойдет с Энсо. Как неприятно. Энсо там Меннекса нокает. Меннекс в зоне Ли. Меннекс, по-моему, за зоной. Но тут начинает уже настреливать по методам Вайлды. Меннексы есть ли возможность там разрезать. А, но это увидели. Да. Добили. Наступил на змею Меннекс. Пусть змея не добрала, но добрали Вайлды. Вайлды, кстати, уже 3 кг стреляли. Продолжают здесь отыгрывать достаточно уверенно. Виталити там получают. Оконоло закрывают. Ликвиды начинают набирать фраги. Сейчас уже ликвидов обрабатывают. На дальнюю, на очень дальнюю дистанцию, конечно, стреляют здесь. Там слышно, там все смеников стреляют. Суперметовое оружие на Мирамаре. Еще раз повторюсь. И как раз таки из-за того, что пуля летит супербыстро. 990 метров в секунду. Ни одна пушка даже рядом не дает такой дальности стрельбы. Сколько? Ну, вот уже третий миник. Тем временем, Навин. О, молодой зашел на Дигзона Хакстара. Забрал сразу двоих. Неплохо. Хотел бы я посмотреть, что же там все-таки такое произошло. Мы, кстати, тем временем контролируем у нас команда Авангар. А молодой настреливает по Найтсу. Не-не-не-не-не. Это похороночка. Это похороночка. Нет, Ибица появляется. Не вовремя не успел один шот дать молодой по Драидону. Здесь нужно резать. Молодой лишается каски. Крип может посмотреть в окно и нокнуть Батулина. Но дым успел раскрыться. Крип упустил свою возможность. Ой, может. Ой, может там сейчас Крип посмотреть. Но пока этого не происходит. Кстати, Круг прям супер нравится мне. Слушай, такое большое количество ЛГшек. И вот это огромное ХГ, в которое еще ЛГшечки. Интересные файты начинаются. Спустя 25 минут. Спасибо. Обращайтесь, как говорится. Буду. Обязательно. 25 минута. Всегда к вашим услугам. Алло, здравствуйте. Комбетчный мини-юник. Можно, пожалуйста, файт 25-й? Вот Криса у нас нокаим. Высылаем. Адрес доставки. Это еще за хе. Очень неожиданная хе-ешка под Батулина. Отбил головой навес. Просто отбил. Ой, ой, ой. Встреча. Ой, ой. Молодой закрывает всех найцев. Уже 4 кила у Валиянга. Рекрента убили, кстати. Ой, Батуллин. Батуллин взорвал своего капитана. Ну что ты творишь? И вновь Бунтулин просыпается. Вновь Бунтулин пошел против капитана. Не важно, какой никнейм у него было. А быстро течет Вадя-то. Еще быстрее бежит Батуллин. Потому что понимает, чем это может обернуться. Да, это действительно опасная ошибка. Особенно против Вади. Да, 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 да. Это пахнет выговором. Коричневатые последствиями. Ой, уник хорошо нашивает дыма, как мы с тобой видим. Молодовый зоны добирает. Это все. Это залет. Это минус с командой. Минус Саша. Это минус Саша. Крип поймал Гекси. Очень хороший хэдшот с Калашникова. С АКМа. Будет ли добор? Будет ли добитие? Гекси тут должен дотекать. Ой, Крипа находит резу. Что было? Было сейчас. Такое вообще. Такое вообще. Ну все-таки рез ты забрал крип. Сэмти видел лежащего крипа. Четыреста пятерок. Снупик. Дядь Леш. Вам футасток. Подожди, это у Нуктива был или у Снупика? Это у Ануктива на скайле вроде было. Я думал Снупик. Тем временем, Ануктив нокает фастфейс. Ну ты смотри, у него там мало осталось семерок на СКС. На СКС. Действительно. Вот. Соответственно, можно будет дальше продолжить уже СК-6 на основном девайсе ближнего боя. Мираку. Самый мой любимый билд АКМ плюс СЛР. О, Снупику там свой три залетела. Хаешечка. Волшебная. Но Мираку тоже, смотри, продамажился. Хаешечку ответную кинули в морщинку, где сидит Мираку. Вот еще одна. Ой, снайперская граната Максизора. Из подствольника, знаешь, АВМа. Красиво, красиво. Кстати, а может быть на зимней карте добавят подствольники. Я, кстати, помайнил вчера инфу. С зимней картой появится новая ППшка. Бизон. Бизон. Да-да-да. И это, скорее всего, будет ППшка на девятках. Неплохо, неплохо. Интересный магазин у Бизона, такой цилиндрический. Увидим, посмотрим. А, я понял, 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 о чем говоришь. Угу. Да-да-да, помню, помню. Ну, это в КС же он есть, по-моему, Бизон. В КС есть Бизон. По-моему. Или нет? Я не играю в Counter-Strike. Я тоже. Я его только смотрю иногда. Согласен, согласен. А там с ППшками почти никогда не бегают вообще. Ну, так. С РК. Наверное. С АКМом. Ой, у Садовника там МК-14. Приятно. Приятно. Смотри, как неприятно сейчас. А, нет. Физи находятся в лоуграунде, но они находятся в зоне. Поэтому, в принципе, можно не стрелять, но надо. М Pixuzor сделал килл. Мо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. в здоровье остается мбс валяется рядышком встает решил запушить видимо понимает что против него как раз таки ликвиды запушил убил и пилизов закрывал килл достался садовнику по сэмпти без дальше раз один фейс 4 авангард 4 втроем река потерялся но три салья команда плюс не п вот так вот будет очень неожиданным поворотом если это противостояние выиграет nbs из команды ninjas in pyjamas ну да главное что трезинга команды трезинга команды но мы же ваню давай равно снг я человек просто вижу ваню говорю снг все просто это как вроде в dota resolution тоже играл за и дал то удачи тоже крутой игрок из снг это и как раз таки на том инте они по-моему занимают второе место если не ошибаюсь что они заняли и все снг топило за 10 и я в том числе это понятно это понятно но для меня resolution 2 2 персона именно в competitive dota после dandy вот из снг бесса вроде кстати увидели пытается нбс себя подсмочить чтобы подольше пожить хотя зачем нужно пытаться сделать киллы если ты уже понимаешь что за тобой идут вездом просто пляшет батулину больно батулину прилетела так нормально на пол хп вадим зол я не совсем понял как там получилось как наверно скатилась гранаты ты же посмотри сколько тут склонов до подъемов макси зор промазал со своим 24 страны не сигнатурной пушечки очень странно мы сейчас видим лежащего нбс в дамах садовник конечно же видеть его не может а потому что чай видел увидел гранату потому что включен x-ray режим полупрозрачный дым и для нас по факту игроки видят совсем другое батулин прокидывает гранату на нбс они по занимают четвертое место который ничего не дает а ну кстати там с вами неплохо пострелялся сейчас там очень на вангар были по ванне в ангар очень 6 килл и очень любого ногтю а вот у снупика все-таки 400 пятерок да я не то не то увидел соответственно дядя тарас у нас сидят отдыхают жадина на снупике на пике тут жадина не жадина видимо они к в так как устрою уже у них я не особо понимаю тоже не совсем понимаю если у него ником 4 это в принципе проблем никаких ну там или скрылька к а вот если акм туда у тебя две пушки на семерках и семерки заканчиваются дом на выходит на зверина кто станет победили в этом соревновании зверин явно-явно плохо пострелял сейчас не хватило им чеку навестись ровно твой макс батулин перестреливает макса что ну все правильно батулин перестреливает макса так сейчас топ молодой все чужих датёк молодой нет молодой датёк же думал молодой датёк а его видимо там поднимали потом зона нокнула потом снова подняли вот там что произошло я понял файзы подключились минус авангар авангары так не успели ничего там особенно стрелять нави 9 киллов да нормально но садовник и батулин против четверых это может это может быть 23 по это сложно ой у вани снова пулемет да что ж такое происходит как же ему залетает не но если у вани пулемета тут извините один vs8 можно потащить видит батулин раскрыл свою позицию ой 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 файзы 20 выигрывают в этом противостояние но хорошо посидели в церкви да очень хорошо при этом при этом и нави умудрились не стрелять очень даже неплохо там районе 9 9 они не стреляли там по-моему больше не прибавилось самый грамотный мув у файзов это как раз таки они вот услышали перестрелку между нави и авг и и решили сразу же подтянуться и обеспечили себе два килла и они ничуть не лишние да здесь победка победка плюс 10 киллов очень 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 но и нави тоже молодцы 9 киллов мы с тобой наблюдали да давайте посмотрим результаты матча что у нас там происходит таблице после точнее это результат 2 2 карты 20 тс зарабатывает у нас фейс первый топ-1 на этом турнире для них на своей сигнаторной карте как мы уже говорили на то свинцера 9 9 поинтов вайлдена стреляли 7 не по 5 ликвиды 5 виталити 5 м 19 5 что удивительно да 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 почему почему м 19 на седьмом месте они вот на пятом как и все с пятью киллами видимо прожили побольше но это все равно не решает на самом деле ну да ну просто обозначили в таблице и все просто просто прошлый раз ну точнее вот предыдущие дни там как получалось те у кого одинаковое количество тестиков киллов они все держались вот три команды есть там допустим пятью киллами они там все три на одном месте ну вот так это это как но тем не менее неплохая игра для на то свинцеры м 19 также начинает набирать киллы обороты обороты поинты до в этой игре в этой игре задумка м 19 была уже видна это если обязательно надо их зарабатывать агрессия потихонечку нарастает то на миромарчики разыгрываем поагрессивнее это у нас сегодня за две игры результат на ваших экранах 16 место и чве гейминг ни одного кило визарды также умудрились сделать только один на саноке все было гораздо радужней 3 кило для авангард на ве на шестом месте то есть а в предыдущей игре они ничего не настреляли только сейчас они 9 кило сделали и это все их предыдущей игре нишу подошли под житу от житу вообще без шансов да 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 точно все вспомнил фейс клан total 27 vitality держится на второй позиции 23 неплохо неплохо очень очень неплохо вайлды и альянсы вайлды подтянулись в топ хватится потому что они с первой же игры файт и здесь тоже да 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 и причем очень удачно также альянса при подтянули стоп две команды которые мы ответили как готовые сражаться драться агрессировать и выигрывать файты они сейчас топ-3 и топ-4 и очень даже имеют шанс берешь топ-1 и делаешь там восемь кильчиков и борешься за топ-1 легко да но опять же таки стоит напомнить нашим зрителям о том что призовое место только первое до 10 очков за первое место за остальные то есть топ-2 и ниже ничего не получают по деньгам также по деньгам также 5000 евро получает команда которая сыграла лучше всех за день также и за следующий день за каждый день в общем и еще есть один призовой фонд 10 тысяч евро он выдается той команде которая сыграла лучше всех за карту да то есть целую карту каждый карта играется 8 матчей два игровых дня кто по результатам двух дней всех восьми матчей топ-1 тот получает 10 тысяч евро то есть мвт карты что же друзья я напомню что для того чтобы осветить данный турнир у sl pubg you invitational сразу три команды организации собрались под одним вот одной гидой этой трансляции организаторы этой трансляции это турнирная платформа pvp киберспорт mail.ru техническое оснащение лежит на могучих плечах electronic mushroom и конечно же творческая и информативная подопрека находится на наших плечах unique studio i lame ярлайф небольшой перерыв и третья карта сегодняшнего дня